В общежитиях на красной позиции Адели Куту обещают восстановить горячее водоснабжение до конца октября. В Казанском федеральном университете стартовал международный форум «Ислам в мультикультурном мире». На каждой сессии есть своя изюминка. Где-то это тюркский вопрос, где-то это арабские страны. Всем привет! В эфире Универньюз, а в студии Эльвина Минабудинова. Казанский федеральный университет впервые включен во всемирный рейтинг «Таймс Хай Эдюкейшн» по направлению «Право». Среди российских вузов Казанский университет стал вторым вузом, представляющим страну на международной арене, уступив лишь высшей школе экономики. В последние годы, то есть это 3-4 года, как раз намечается крен, когда появляются уже публикации в международных изданиях. А для того, чтобы попасть в международные издания, уже важно не писать о каких-то локальных, узких или страновых специфических местах, а какие-то уже обсуждать новые глобальные проблемы, в первую очередь связанные с цифровой экономикой и новыми отношениями, которые возникают в эту эпоху. В Казанском федеральном университете приступили к ремонту системы горячего водоснабжения в студенческом городке. О причинах, о том, на какой стадии находится ремонт, узнаете в следующем сюжете. Авария на наружном трубопроводе горячего водоснабжения произошла еще в начале мая 2021 года. Казанский федеральный университет пытался привести в рабочее состояние участок трубопровода. Однако проблема заключалась в проведенной независимой экспертизе, а точнее в ее результате. Оказалось, что данный участок трубопровода не является собственностью КФУ, а значит не может быть допущен к дальнейшему демонтажу и эксплуатации. Выяснилось, что участок трубопровода является бесхозным. Прокуратура советского района Казани подтвердила этот факт. С целью хоть как-то исправить ситуацию, летом на душевых комнатах пяти общежитий на улице Адели, Кутуя и Красной позиции были установлены электрические накопительные водонагреватели. Бойлеры ситуацию не исправили, так как из-за высокой нагрузки вода в них быстро заканчивалась. Для решения вопроса, чтобы у студентов была горячая вода, было принято меры. Вот у нас здесь стоят 4 бойлера, 2 бойлера, значит для душевой женский, 2 бойлера для душевой мужской. Они по 150 литров. Несмотря на сложившуюся ситуацию, Казанский университет принял решение самостоятельно профинансировать ремонтные работы по восстановлению участка трубы водоснабжения с целью как можно скорее обеспечить студентов, проживающих в общежитиях, горячей водой. Сейчас во дворе третьего общежития Казанского федерального университета производится демонтаж старой сети. Протяженность данного участка трубопровода составляет 142 метра. Данные работы завершатся в течение двух недель, чтобы обеспечить горячее водоснабжение в наших общежитиях. На данный момент на аварийном участке работают бригады и спецтехника. Конкретной даты завершения ремонтных работ специалисты назвать не могут. Ориентировочно это 25 октября, но процессу демонтажа могут помешать неблагоприятные погодные условия. Вопрос принадлежности сетей горячего водоснабжения, которые пока являются бесхозными, будет решаться. Надежда Мещерякова, Фарид Захитаглы, Универньюз. В Казанском федеральном университете продолжается фестиваль студенческого творчества «День первокурсника КФУ-2021». На этот раз свои конкурсные программы представили Институт психологии и образования и Институт фундаментальной медицины и биологии. Конкурсные заявки также представили Институт экологии и природопользования и Институт управления экономикой и финансов. Казанский федеральный университет совместно с Российской академией наук в очередной раз стал организатором ежегодного международного форума «Ислам в мультикультурном мире». Форум стартовал 14 октября и продлился неделю. Тему продолжит наш корреспондент. Форум «Ислам в мультикультурном мире» проводится Казанским федеральным университетом уже 11-й раз. Основной целью форума является объединение научных сил, занимающихся исламской проблематикой. В этом году в рамках форума большое внимание будет уделено таким темам, как перспективы экономического взаимодействия России и исламского мира, противодействия распространению идеологии экстремизма в молодежной среде, психологии в мультикультурном контексте, миграция и урбанистика. Наш традиционный форум, уже 11-й по счету, проходит в Казани на базе Казанского федерального университета и объединяет вокруг себя все научное сообщество, связанное с изучением арабского мира, исламского мира, в целом востоковедения. И на сегодняшний день это наиболее значимый форум на территории Российской Федерации, стран СФГ. Партнерами Казанского федерального университета в организации форума в очередной раз стали Институт Востоковедения при Российской Академии Наук и группа стратегического видения «Россия. Исламский мир». Большое количество мероприятий, тем не менее, Казанский федеральный университет четко придерживается необходимых мер, и большое количество мероприятий проходит в гибридном формате, то есть лечит от того, что наши партнеры подключаются как онлайн, так и приехало значительное количество специалистов. Форум продлится до 22 октября. По традиции на площадке форума будут приведены данные мониторинга «Исламский радикализм в субъектах Российской Федерации», а также состоится международная конференция «Россия-Африка. Политика, экономика, история и культура». Роберт Хасанов, Александр Кузнецов, Универньюз. В 2013 году Казанский федеральный университет стал одним из 15 победителей открытого конкурса правительства России на получение государственной поддержки ведущих университетов в целях повышения их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров программы ТОП-5100. В рамках этой программы создавались открытые лаборатории, так называемые OpenLAB. OpenLAB – это площадки, созданные на базе уже существующих и успешно зарекомендовавших себя лабораторий. В рамках виртуальных научно-исследовательских лабораторий, то есть OpenLAB, Казанский федеральный университет предоставляет самые современные оборудования, инфраструктуру, а также научный персонал. Целью открытых лабораторий является разработка прорывных исследований в России и мире. Задача OpenLAB – пригласить топовых ученых с мировым именем из-за рубежа, чтобы они возглавили лаборатории, а также на базе этих исследований воспитать молодые научные кадры. То есть концепция открытой лаборатории предполагает, что она является инкубатором кадров. Она наполняется несколькими проектами, которые взаимосвязаны по идейной составляющей, объединены общей наукой, исследованием, материально-технической базой. На данный момент в Казанском университете существует более 40 открытых лабораторий. Наша открытая лаборатория OpenLAB – генные и кличные технологии. Например, мы объединяем более десятка проектов, направленных на использование методов генной инженерии, генной терапии, клеточной терапии, клеточной инженерии для решения самых разнообразных задач. Также была создана лаборатория «Структурная биология», которую руководит Марат Юсупов. В его лаборатории ведутся эксперименты с рибосомами и веществами, которые с ними связываются и подавляют. А это основа для разработки антибиотиков и противоопухолевых препаратов нового поколения. Я думаю, что есть целый ряд лабораторий, которые удалось создать за это время в Казанском университете. По программе. Мы все там боролись попасть в высшую категорию университетов. Но это как раз не так важно. А вот то, что удалось создать новые лаборатории с новыми программами, передовые лаборатории по всей России, а они передовые лаборатории по России. Ну и в Европе нас всех знают теперь. Следующая лаборатория нейробиологии в рамках OpenLab реализована Рустемом Хазиповым. Он приехал в Казанский университет из Франции. Его лаборатория включает в себя проекты, связанные с активностью особенностями развития головного мозга с точки зрения нейрофизиологии. Рустем Хазипов – один из немногих ученых, который выиграл мегагрант и встретился с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Казанскому университету удалось объединить свои усилия в области геномных исследований с одним из мировых лидеров в этом направлении – Институтом Рикен Япония. КФО в кооперации с японскими коллегами начала использовать уже наработанные исследования. Это объединение дало огромный рывок во развитие вуза. В Институте фундаментальной медицины и биологии создали уникальные симуляционные центры, где студенты нарабатывают опыт. Также в Казанском университете развернут комплекс лабораторий, в которых ведутся исследования в области регенеративной и трансляционной медицины. Его возглавляет профессор Йошахиди Хайшизаки. Помимо этого в КФО выстроено свое опытное производство лекарственных средств. В математике существует система параллельных вычисленений. Для нас это продвижение не плавно и, как говорят, степ-бай-степ, а скачкообразно, когда мы сразу садимся на те темы, которые сегодня ведут топовые исследовательские центры мира. В КФУ продолжается кубок по мини-футболу среди мужских команд. Игры турнира проходят по средам и воскресеньям. В эту среду прошли два матча одной восьмой финала. Победа в первой игре одержала сборная Института международных отношений. Во втором матче Институт информационных технологий и интеллектуальных систем обыграл Институт филологии и межкультурной коммуникации. Трансляции игры можно посмотреть в наших социальных сетях. На этом все. В студии была Эльвина Минабудинова. Сюжеты из выпуска ты сможешь найти на наших социальных сетях, а также на сайте телеканала. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok